приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы мы тут готовимся к пасхальным праздником и на всю нашу большую семью готовим украинскую домашнюю колбасу но рекомендуем вам эту колбасу на пахонильный стол стол но также опасный в повседневном так сказать использование в повседневном приготовлении она очень вкусная очень часто нам говорят что вы готовите за сложным оборудованием сегодня вот такую классическую украинскую домашнюю колбасу мы приготовим вообще без всякого оборудования не будем использовать мясорубку набивать колбасу будем через вот такую в отцепку, не будем использовать никаких кутеров, никаких шприцов, то есть для самого простого домашнего хозяйства какой есть еще огромный плюс в этой колбасе то что вы ее можете наготовить много заморозить, а потом готовить порционно допустим там на обед себе на сковородочку чик колечко колбаски поджарили или в духовке, ну конечно в духовке она получается значительно вкуснее для приготовления мы используем по поводу ингредиентов на килограмм сырья все точные ингредиенты со свойственной ей скурпулезностью написала Лариса и вы найдете в описании видео мы тут готовим из 4 килограмм поэтому я просто покажу мы используем вот такую вот прекрасную свиную почеревку и используем свиную лопатку, менее жирное мясо, также используем свининку свиное сало, как же украинская колбаса без сала, друзья без сала никуда для засолки мы будем использовать обычную соль без всяких нитритов без ничего просто обычную соль и коньячок также из специи используем сахар молотый лавровый лист молотый перец черный и натуральный чеснок вот такие вот простенькие у нас ингредиентики и давайте приступим к приготовлению в первую очередь нарежу сало так, чтобы оно поместилось в мясорубку мне надо будет его перекрутить порезанное сальце вместе с чесноком перекрутим на мясорубку после того, как сало с чесноком перекручено отставляем его в сторону пока и займемся мясом теперь нам надо все это мяско порезать на кубики кубики с размером стороны от 1 до 1,5 см надо взять другой ножик потому что этот не очень хорошо в общем, друзья вот такие вот кубики нам надо нарезать сейчас я возьму другой нож попрошу Ларису о помощи и мы порежем все наше мяско как жирную почревку так и постное ну не постное а полужирное мяско режем все на одинаковые вот такие вот кубики у нас должна получиться просто невероятная гора кубиков не очень большие и не очень маленькие и вот, друзья нарезали мы мяско естественно, я воспользовался помощью Ларисы как вы знаете резать не моя сильная сторона но я в это время вооружился тряпочкой и так отдраил нашу микроволновку что Лариса не пожалела теперь нам надо все это тщательно перемешать выкладывая его сюда слоями причем тщательно ну это одна из ключевых позиций так как обещал все делать без техники не буду делать это в тестомесильной машине в миксере а буду вымешивать вручную вот так вот слой за слоем все в емкость конечно труд это будет такой нелегкий потому что мешать надо очень-очень тщательно но мы готовим к Пасхе для нашей большой семьи поэтому стоит потрудиться все отправляем в любую емкость можно это в кастрюле делать в большой мысочке в чем угодно совершенно совершенно без разницы всю соль сюда Лариса коньяк тоже сейчас? да конечно тебе легче а вовнутрь можно? только не этот этот уже отмерен все я понял мне коньяка не дают друзья все специи в нашу украинскую колбаску и коньяк щедро стакан коньяка я в шоке и вот такими вот движениями я его буду вымешивать буду вымешивать долго минут 15 чтобы оно у нас ой как пахло блин как же можно коньяк так переводить колбаса конечно нужная вещь но коньяка все равно жалко друзья вернусь через 15 минут отмаслал я это мяско 15 минут конечно как хорошая тренировка получилась теперь хорошенько его вот так вот утрамбовываем чтобы там воздуха не осталось ну воздух нам так там не нужен потому что в воздухе в любом случае содержатся бактерии и на ночь холодильник на завтра готовим свиную череву ну свиную кишку грубо говоря самую обычную свиную кишку которую можно купить на любом рынке там где продают туши свиней там где продают мясо ее продают уже готовую вычиненную то есть с ней ничего делать не надо потому что я помню когда мой отец готовил домашнюю колбасу по этому рецепту у него все начиналось с подготовки кишки и поверьте ощущения были еще те вся квартира превращалась по запаху в нечто ладно не будем о грустном готовим кишку мясо в холодильник на ночь а завтра набьем колбаску и будем ее готовить друзья и наслаждаться прекрасной украинской колбасой домашней классической ну вот немножко по нашему рецепту но поверьте будет вкусно до завтра на следующий день наша колбаска выглядит вот так вот а пахнет вообще изумительно подготовили свиную череву замочили ее она очищенная как я уже говорил Лариса надела ее на цепку никогда не делали этого на механической мясорубке надеюсь что все получится электрическое ну электрическое механическое делали только на ручной подготавливаем череву и начинаем загружать мясорубку конечно пользоваться шприцом для набивки колбас значительно удобнее и проще ну коль мы уже сказали что делаем это в обычных кухонных условиях без использования вообще без использования всякого специального оборудования то так и делаем как говорится назвался груздем полезай в кузовок вот я вместо того чтобы крутить свой крутой шприц сейчас отправляю в кузовок украинскую домашнюю колбаску друзья и это будет супер сочная супер вкусная колбаска если вы обратили внимание наш рецепт немного отличается от классических рецептов потому что классических рецептах сало режется кусками а я очень не люблю большие куски сала в любых мясных в любых мясных изделиях скажем так поэтому мы сало перегрутили на мясорубку но помимо того что мы избавляемся от больших кусков сала в самой колбасе которое оно не прожаривается в колбасе оно получается такое подваренное сало вот мне эта сатуевина как бы в классическом рецепте не очень нравится поэтому получаем вот такой вот модернизированный модернизированный рецепт украинской домашней колбасы это будет праздничная колбаса потому что когда вы ее попробуете в душе у вас настанет праздник ну и у меня тоже я лично подготовил себе хорошего самогончика в сегодняшней пробе вот точно таким же образом то есть мы пока не разрезаем колбасу а набиваем все на такие вот длинные сколько у нас кишечки хватает на сход на столько и набиваем а мы сейчас набьем все остальные и покажем вам как сформировать колбаски которые уже будут готовы для запекания набили мы колбасы как видите у нас получились такие красивые кольца но теперь надо сформировать из них уже порционные колбаски для этого отмеряем нужную длину вот нужную длину примерно вот такая хватит нам да хватит смотрите саму колбасу когда мы набиваем ее очень плотно набивать не надо то есть она не должна быть пустой но в то же время эта кишка не должна аж лопаться вот давай разделим получается у нас 4 как раз отлично делим на равные части нашу колбаску так чтобы было видно на камеру вот так вот уплотняем освобождаем кусочек кишечки чтобы у нас получилось вот такое вот место и разрезаем теперь вот здесь отзавязываем узелок скользкая очень хорошо ну скользкая ну в принципе узелок можно и не завязывать она никуда не денется но лариса хочет завязать точно так же действуем с остальными давай потом расправим и покажем еще одну давай сделаем раздвигаете раздвигаете фарш две стороны освобождаем кусочек кишечки разрезаем и завязываем узелки точно так же друзья действуем со всеми остальными колбасками после этого будем их делать обвязочку красивую следующий этап дорогие друзья обвязка но это не этап процесса а этап чисто декоративный берем вот так вот сворачиваем колбаску берем шпагатик я использую леную нить вот так вот чик чик и чик и у нас получается вот такая вот красотуленька еще раз сворачиваем в колечко но этот этап при приготовлении можно опустить то есть можно так не делать мы делаем просто на праздничный стол и вот с такой вот обвязкой колбаска смотрится значительно более красиво аппетитно перекрещиваем нить переворачиваем колбаску с другой стороны завязываем узелочек тут даже можно бантик завязать для красоты лешачок обрезаем и получаем вот такие вот красотуленькие колечки колбасное царство скручено духовка разогревается посмотрите какая красота перед тем как духовка кстати разогревается до 180 градусов перед тем как произвести перед тем как отправить нашу украинскую колбаску в духовку производим вот такую манипуляцию вооружаемся булавкой и накалываем ее где-то шагом полтора два сантиметра с одной стороны и с другой стороны запекать можно как на противне так и на решетке но если будете запекать на решетке под низ все равно надо ставить противень потому что с колбаски будет обильно течь жир на противне просто положить на противень на мой взгляд получается значительно лучше помимо этого этот жирок можно потом слить у нас получится смолец которым можно залить колбаску но давайте обо всем по порядку сейчас наколем всю колбаску и будем ее отправлять в духовку перед тем как жарить колбаску противень смазываем растительным маслом выкладываем колбаски на противень и сами колбаски сверху также смазываем растительным маслом отправляем украинскую колбаску под дружные аплодисменты публики в духовку на запекание запекать будем в течение 35-40 минут мы сейчас включим секундомер включим таймер засечем время будем смотреть по готовности и как только колбаска будет готова мы вам скажем сколько времени точно мы ее запекали через 45 минут наша колбаска готова извлекаем ее из духовочки вот видите она не сильно зажарилась она так очень красиво подрумянилась друзья дадим ей остыть где-то полчасика и будем дегустировать то есть не полностью остыть она должна быть не холодная она должна быть тепленькая еще тепленькая наша колбаска остыла друзья и можем ее так сказать продегустировать разрезаем вот эти веревочки они нам больше не нужны естественно чик и разрезаем саму колбаску сейчас постараюсь разрезать так чтобы был длинненький разрез чтобы показать его крупным планом итак друзья крупный план как всегда вот пожалуйста полюбуйтесь совершенно однородная колбаска то есть она не разваливается на куски красивая запеченная корочка ну только слюнки глотаются на мой взгляд очень удачно я сейчас попробуем ну что дорогие друзья попробуем это вкус украины она просто потрясающая и вот что мне нравится в этом рецепте она очень сочная очень нежная но при этом нету вот этих больших сальных кусков то есть мы помните резали бекон вот за счет этого бекона сало немножко есть но на беконе сало оно отличается от обычного сала которое мы которое обычно в колбасу нарезают вот такую колбасу домашнюю нарезают кусками и вот за счет того что мы его перемололи получилось у меня нос чешется сейчас будет украинская колбаска с водочкой причем хорошо чешется сейчас мы ее отлично продегустируем друзья это это просто нечто потрясающее она мясная очень очень вкусная поверьте к праздничному столу если вы приготовите такую колбаску ваши гости будут просто в восторге ну а как вы видели рецепт очень простой при этом мы постарались не использовать никаких специальных приспособлений то есть он доступен просто на любой кухне по поводу хранения обычно украинскую колбаску хранили то есть как это происходило вот в селах у нас в украинских селах забивали кабана топили смалец потом брали вот эти делали колбасу брали вот эти колечки складывали их керамический горшочек сверху заливали шапочкой смальца и такая колбаса могла храниться год полуфабрикат колбасы который ну которую мы сделали до жарки в холодильнике может может храниться где-то до недели также ее можно заморозить замораживать естественно можно на любой срок но если вы ее заморозите вы немножко потеряете во вкусовых качествах готовую колбасу в холодильнике можно хранить 10-12 дней совершенно спокойно мы эту колбасу готовили к пасхальному столу у нас будет гости много гостей надеюсь светлый праздник пасхи у нас пройдет так сказать вот с такой замечательной колбаской и вам собственно говоря того же желаю друзья с наступающим вас праздником кстати вот через 4 дня уже пасха поэтому к праздничному столу очень рекомендую очень классный рецепт попробуйте вы обязательно ну вы ни в коем случае не пожалеете вам очень понравится очень нежная очень вкусная очень классная с удовольствием вам его представляем если будут какие-то вопросы по рецепту естественно задавайте их как обычно в комментариях на все комментарии мы отвечаем подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго друзья пока